привет дорогие друзья сегодня у нас опять на канале компании makita виталий нам расскажет про воздуходувку она совершенно недавно вышла наверно к россии и она комплектуется сасывающим устройством мешком но аккумуляторной батареи идут отдельно примерно цена данного девайса сколько 24 25 24 тысяч без аккумуляторов то есть сразу прикиньте 2кб зарядное устройство это это порядка 35 тысяч рублей хотя 40 где-то так может придется вам за этот инструмент отдать что можно купить за 40 тысяч рублей из бензинного аналога за 40 тысяч рублей можно нашего 4 так но ручную пилу взять которая работает или воздуходувку которая работает на только на бензине масло меняется как в автомобиле это понятно с картером получается но зачем я должен купить аккумулятор давайте начнем с сначала да то есть разберемся что из себя представляет данная воздуходувка первое это конечно же это воздуходувка работает на 2 18 вольтовых lxt батареях у нее бесщеточный мотор 13 4 метров кубических в минуту скорость потока воздуха 56 метров в секунду но самое главное самое важное то что это может работать как воздуходувка так и садовый пылесос для сбора листвы также она может мульчировать там стоит три ножа который мульчирует возит 1 к 8 соответственно в чем преимущество данной машины в том что на этих устройствах вибрация очень низкой и даже сказал то что ее почти незаметно если мы берем бензиновые аналоги там вибрации очень высокой ну и не забываем конечно же уровень шума уровень шума но в любом случае крыльчатка здесь стоит мощный уровень шума здесь достаточно на 95 децибел написано да есть на что наверно плюсом то что не будет запах запаха не надо смешивать не надо смешивать бензин ну кого как здесь ничего не надо смешивать не надо специально готовить к межсезонью потому что бензиновый двигатель нужно готовить здесь просто сняли аккумулятор зарядили дальше работа по поводу времени заряда времени на работы работы до времени работы данный инструмент может работать до 65 минут на слабой скорости на если работает на самой мощной там получается она регулируется ли просто две скорости 10 минут да и кстати как из преимуществ здесь есть возможность устанавливать круиз-контроль вы передвигаете передвигаете или просто клавишей да да либо можно клавишей работать либо выставлять круиз-контроль к также скажу так как этот воздуходувка она еще и собирает листву у нее есть электроника которая поддерживает обороты то есть если она начнется встретиться с каким-то напряжением она будет поддерживать обороты продолжать работать то есть она 6 получается не на полную мощность работать если она может потом увидеть ей запас есть запас мощности не скажи это максимальная длина насадки ли она как-то еще удлиняется или здесь есть какой-то еще переходник здесь максимально сейчас то есть мы можем она вот это максимально больше суда ничего не ставится наоборот ребята у меня на самом деле есть такая штука еще есть воздуходувка greenworks она 40 вольтовая то есть это примерно 2 по 18 а greenworks она 36 да грубо а greenworks 40 вольтовая но она подешевле значительно единственный момент что комплектация сборе с 6 аперным аккумулятором стоит порядка 17 тысяч рублей то есть без аккумулятора она даже дешевле около 8 или 10 тысяч рублей будет стоить то есть она примерно в три раза дешевле и мне бы просто было бы интересно взять вот она выглядит таким образом здесь тоже есть вот такие вот переходники для того чтобы можно было ее как пылесоса дабы использовать все таки вот это вот все то же самое есть нужно что по конструктиву она немножко отличается от диаметр отверстия про проходу мучить здесь больше чем там ты знаешь я именно в мешок за полный мешок смотри мешок да здесь у нас одинаково а ну потому что здесь и совсем другая тема да действительно диаметр меньше ну и сам посмотри что здесь вот выхода он раза в три точно меньше то есть объем потока воздуха будет начинай меньше кстати скажу то что как опция здесь сюда можно до заказать плоскую насадку как иначе бы не сразу и в комплекте не дать а вот я промежка это воздуходувка она для других задач мы в комплект и и вкладываем с другой воздуходувкой которые вы увидите чуть позже так так вот 40 вольтовый здесь 6-амперный аккумулятор примерно то же самое будет что 2 по 18 2 по 18 6 то есть они примерно одинаковые но немножко конструктив меньше вообще по компактнее сама по себе если честно я такую использую дома но у меня дома есть на дачке там нам мангал разжечь вот лично здесь указан 280 км в час бесщеточный мотор у вас бесщеточный мотор бесщеточный мотор мне теперь просто интересно давай попробуем их сравнить в работе я на максималку поставлю укажу что заряд аккумулятора у нас полный здесь здесь также предлагаю сделать это тестирование ну как обычно делают все наши демонстратор намечки попробуй да у нас получится куда-то вообще или на улице уйдем здесь получите мы уже права ловкость рук никакого мошенства да окей попробуем сейчас я запущу ее она была сейчас на максималке чуть выставлен еще меньше блин ну не получается фокус а мячик на самом деле он тяжеленький этот мячик он на достаточно и стандартный футбольными футбольный да и он увесистый почему мы выпустили данную воздуходувку потому что мы на сегодняшний день благодаря литию extreme production мы можем заменить или сделать аналоги бензиновой воздуходувки чтобы первое снизить шум второе снизить вибрацию на оператора и конечно же это более было бы более правильной комфортной классно символа еще стоило около 10 тысяч рублей вообще хорошо давай посмотрим сколько стоит бензиновые аналоги 25 миллиметров 25 кубик с со сбором до разборчиванием но по-моему около 20000 принципе стоит да но тут 40 получается с к башками а как бы то у нас может быть у операторов есть потому что они газонокосилки покупают с аккумуляторами комплект а может быть и нет мы поэтому и делаем для россии такие скорее всего до понимать нужно что обычно как правило макетовские тушки покупают когда у тебя уже набор аккумуляторных батарей есть не покупают сначала тушку потом к нему батареи да как правило докупается и опять же повторю что мне очень нравится когда производитель делает линейку профессиональные инструменты и садовую технику привезут именно к этим же батареям на самом деле это правильно потому что некоторые все таки они разделять сегменты и я считаю что это тупиковая ветка эволюции обратим внимание на небольшой нюанс который кроется внутри этих инструментов это размер во первых крыльчатки обратите внимание что на бюджетных сегментов размер крыльчатки меньше здесь он идет большой и плюс ко всему вы тут не видите но он еще сантиметр сантиметр на 3 уходит в сторону то есть это примерно 6 сантиметров еще пол и полезной площади а здесь диаметра а здесь он идет где-то раза в полтора меньше но и плюс ко всему количество лопастей да тоже здесь обратить внимание стоит что их раза в два или в три больше чем здесь размер лопастей здесь тоже получается это площадь этого его одной лопасти это раза в два выше за счет чего еще количество даешь ты про них и сказал но еще обратить внимание на нож ножик идет здесь идет три лезвия а здесь идет два и лезвия здесь коротенькие здесь лезвия длинные но вот в этих всяких мелочах окраски кроется разница кстати мы нашли в гринворксе такую штуковину который в макете нету но мы не создали она как она решается вот это я так понимаю заземление для того чтобы можно было через этот контакт на куда-то уходит скорее всего чтобы снимать может быть статическое напряжение и еще самое интересное здесь мешок он полупрозрачный идет если ты видишь как и чё куда набралось пожалуйста макета тоже тоже да ну что ж спасибо большое что посмотреть наш обзор скорее всего сейчас мы еще пойдем тестировать их на всасывание на мульчирование и уже покажем вам результаты все пока доставьте лайкусик обязательно не забывайте и комментарии комментарии знаешь знаешь мульчирование у гринворкс обликается по интересней прости а походу у него выход маленький за счет этого получается что проблемы с пылесосом ну очевидно что для пылесоса этот выхват маловато а а а а а а а а а и а а а Субтитры сделал DimaTorzok